Итак, приветствую, мои друзья и гости канала, всем огромнейший привет, и мы с вами находимся в интересном жилом комплексе, но его я вам продавать не буду и предлагать не буду. Почему? Да потому что цель немножко другая. Сегодняшнее видео, прежде всего, будет описано для инвесторов, те люди, которые хотят вложиться и заработать деньги. Конечно, инвесторность звучит очень громко, да, и мы понимаем, что инвестора это от 50 миллионов, от 100 миллионов, но есть люди, которые хотят проинвестировать в свои сбережения, к примеру, 4 миллиона, 5 миллионов, и данный объект тоже подходит. Итак, про что мы с вами будем сегодня говорить? Будем говорить мы с вами про Южное море, первый дом, вы видите, уже полностью готово свайное поле. И если мы посмотрим направо, то увидим просто потрясающие видовые характеристики. Если же мы будем разговаривать на то, стоит ли здесь инвестировать или не стоит, однозначно стоит. Данный район сам по себе не дешевый, я бы сказал, что он дорогой. Опять же, учитывая, что здесь полтора гектара земли, учитывая, что здесь будет спа-центр, учитывая, что здесь будет спортивный зал, бассейн и так далее, и будет одна единая территория, связывать три дома и плюс еще третье здание, ой, извиняюсь, четвертое здание, это как раз где все будут развлечения. Я думаю, что данный комплекс будет один из самых лучших. Наравне с жилым комплексом «Морская симфония», наравне с жилым комплексом, который называется у нас «Огни Сочи», «Парь Горького» и жилой комплекс «Триумф». Почему? Потому что те жилые комплексы, где есть территория больше, чем один гектар, можно пересчитать на пальцах, на пальцах, да, давайте скажем, на пальцах. Ну, реально, очень мало объектов. Поэтому все-таки «Морская симфония» находится, да, вот мы даже немножко видим, находится далеко в Аднере, она не всем заходит, и там рядышком частные сооружения. Если мы посмотрим с вами, жилой комплекс «Огни Сочи», далеко находится от моря, и, соответственно, поэтому данный объект, я думаю, будет топчик. Что хорошего? Ну, во-первых, это цены, ребята. Цены, 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 цены. Можно купить квартиры по акции с прямым видом относительно недорого. Что значит недорого? Это значит, что можно приобрести сейчас от 128 тысяч рублей за квадратный метр. Чтобы вы понимали, какой будет вид, ну, даже вот если мы возьмем с вами второй этаж или там третий этаж, то вид будет вот такой вот на море. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот такой будет вид. Вид по-настоящему интересный, вид по-настоящему потрясающий. Ну, да ладно. Теперь, что касается инвестиционной привлекательности. На данном этапе цены, ну, вот такие, да, вот кому нужно будет, я вам пришлю шахматку и посмотрите. Здесь можно купить квартиры по 128 тысяч рублей за квадратный метр, все большие, соответственно, если это маленькие, 139. Но, 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 чем будет хорош данный комплекс? Это, конечно же, инфраструктура, потому что в данном жилом комплексе будет все, что возможно и невозможно. И тем самым он становится автоматически привлекательным для того, чтобы здесь инвестировать и зарабатывать. Сколько, какая будет доходность, да, в процентах? Я думаю, что можно спокойно здесь заработать, можно спокойно здесь поднять. Не менее, ребят, гремит, да, гремит, давайте отойдем в другую сторону. Здесь можно заработать, не менее, ребят, чтобы вы понимали, это 50% годовых. Это очень хорошие инвестиции, ни один жилой комплекс другой столько не вам не даст. И поэтому, если вдруг хочется заработать, то обращаемся с большим удовольствием, помогу вам приумножить ваш капитал. Что касается скидок, ребят, скидок никаких нет. Есть квартиры по акции, которые идут за скидкой, потому что буквально через неделю здесь будет очередное повышение цен. Поэтому скидка это то, что вы сейчас можете забронировать и купить относительно недорого. Если посмотрим соседей, жилой комплекс «Атаман», блин, хороший жилой комплекс, дорого стоит. Жилой комплекс «Актер Галакси», жилой комплекс «Королевский парк». Вы сами видите, очень много зелени, место по-настоящему интересное. Теперь кто-то скажет, блин, ну супер, все классно и так далее, готовы купить. Сразу говорю, для инвестиций купить объект несложно. Сложнее потом данный объект продать. Соответственно, когда вы собираетесь инвестировать, вы должны заранее подумать, с кем вы будете работать. Потому что многим из своих подписчиков я отказал в продаже в той или иной инвесторской квартире, потому что кто-то взял напрямую за строящего, кто-то взял непосредственно через охота риэлтора, который сейчас не работает и так далее. Ребят, когда вы собираетесь инвестировать, вы должны смотреть вперед, вы должны смотреть в будущее. А в будущее, соответственно, вы должны выбирать, с кем вы будете работать, как вы будете работать, на каких условиях вы будете работать и так далее, понимаете? Поэтому смотрите сами. Я с большим удовольствием делаю для вас обзоры, с большим удовольствием, в том числе, помогая своим коллегам, чтобы они, в свою очередь, выбирали нужные безопасные объекты, потому что объектов с большими рисками или же объекты, которые строятся незаконно, вы у меня на канале не найдете. Но, еще повторюсь, если вы собираетесь купить для себя любимого и потом перепродавать не будете, конечно, вы можете выбрать того риэлтора, с кем вам комфортно работать. Либо вы можете в отдел продаж напрямую прийти, либо еще что-нибудь. Но если вдруг вы задумаетесь про инвестиции и у вас будет цель продать, то, конечно, надо работать с тем человеком, который как минимум сможет вам обеспечить ваш доход. Потому что купить квартиру несложно в Сочи, сложнее потом ее продать. Почему сложнее продать? Потому что есть конкуренция, есть отдел продаж от застройщика, который вас начинает игнорировать, есть другие инвестерские предложения. Например, в данном жилом комплексе у меня клиент покупал вот такую квартиру, нет, не такую квартиру, сейчас я вам покажу, какую квартирку. Покупал, там, не знаю, там около 80 тысяч рублей за квадратный метр. При этом он заработал спокойно вот на такой квартире 70%. 70% заработал годовых. 70, ребят. Не 50, не 30, а 70, понимаете? А вот, например, мне другой подписчик предлагал аналогичную квартиру, но дороже. Почему? Ну, потому что ему риэлтор продал дорого. Мы для своих клиентов, лично я с помощницей, собираем самые лучшие условия, выбиваем, точнее, самые лучшие условия для того, чтобы вы купили. И, соответственно, мы выбираем в себя самые лучшие ликвидные квартиры, чтобы вы могли потом на них беспроблемно заработать. В любом случае, мне многие спрашивают, Южное море подходит для инвестиций? Да, ребят, однозначно подходит. И те люди, с кем вы будете выбирать, выбирайте сразу того человека, который в последующем поможет вам реализовать. Вашу прекрасную квартиру. Следующий момент. Многие мне говорят, вот, соседи пытаются судиться, пишут жалобы. Ребят, это везде, да? Я вчера специально навел все справки, навел информацию, да. Вот эти домики, соседние, да, их не устраивает. Сейчас у них есть вид на море, что стройка перед окном. Да, бывает. Но, ребят, когда вы покупаете себе дом, и если вы видите, что перед домом пустует хорошее место, то имейте в виду, что рано или поздно оно начнет застраиваться. То же самое, что, не знаю, там риски просто огромные. Сегодня у вас вид есть, завтра у вас вида нет. Например, вот здесь, вот в данном, да, в данной квартире, вид будет. Потому что, например, вот сейчас дано разрешение вот на этот участок, где, соответственно, можно будет построить у нас пятиэтажные домики, да, потому что здесь земля, назначение не позволяет строить выше. И все равно здесь вид останется хороший. Но, опять же, да, думать, что здесь это место никак в жизни не застроится, это надо быть полным идиотом, сто процентов. И вот тот домик, который стоит такой красивый, шикарный, и к нему будет заглядывать и так далее. Потому что в Сочи каждый сантиметр застраивается. Так почему же данный жилой комплекс будет привлекательным? Чем будет отличаться всех остальных? Тем, что у него есть инфраструктура, тем, что есть бассейн, тем, что есть огромнейшая территория, тем, что есть вид на море, тем, что хороший, престижный экологический район Сочи и так далее. Кто-то спросит, почему ты сам себе не возьмешь? Ребят, ну потому что я живу пока не листицами, я живу пока продажа квартир. Я помогаю вам заработать, при этом я тоже зарабатываю. Я в стороне не остаюсь. Поэтому здесь уже дело ваше. И в целом, как только появится у меня свободный день, конечно, я буду в том числе и заниматься инвестициями. Потому что инвестировать в Сочи, это не только выгодно, но и безопасно. Опять же, если мы берем с вами объекты, которые строятся по федеральным законам 214, которые строятся хорошими, надежными застройщиками. Вот, например, пример инвестиций я могу показать вам на примере квартиры, которые купил для родителей. Купил квартиру 50 квадратных метров в прошлом году за 3 миллиона 600, сейчас эта квартира стоит 6,5 миллионов рублей. Ну и скажите, пожалуйста, где можно с 3 миллионов 600 заработать гораздо больше? Да нигде невозможно. Поэтому я считаю, что в Сочи можно вкладывать и в Сочи можно зарабатывать. Но опять же, зарабатывает не тот, кто купил, а тот, кто грамотно продал. И здесь, конечно же, зависит от того, с кем вы работаете, на каких условиях вы работаете и так далее. Поэтому, ребят, предложений в Сочи, конечно же, очень-очень много, но, 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 все зависит, прежде всего, от вас. Блин, подъезд будет просто шикарный, да? Вы видели, какая плитка. Подъезд будет просто шикарный, я прям уверен на 100%. Этот домик у нас, в принципе, уже готов, на нем уже нет смысла делать деньги. А вот в соседнем доме, который первый дом, на нем можно сделать хорошие деньги, при том, при том, это 100% информация. Если нужен объект для инвестиций, нужны безопасные инвестиции, я рекомендую присмотреться к данному жилому комплексу. А теперь, ребят, всем вам пока, вам всем хорошего настроения. Ну и, конечно, думайте своей головой, уважаемые инвесторы, чтобы вы не превратились в один прекрасный момент в горе инвестора, который крутил квартиру, потом не знает, что с ней делать и как с ней делать. Ну а теперь, ребят, всем пока. И мы с вами идем попробовать это интервью водили продаж. Пока.